Меня зовут Арманджан Розахунов. Я являюсь руководителем команды Альянс Кавастани. Я черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Первый раз я увидел бразильскую джиу-джитсу, когда мне было 13 лет. Это был первый чемпионат, как тогда называли, «Бои без правил». Семья Грейси, которая, пропагандируя бразильское джиу-джитсу, придумала вот эту вот тему, как смешанные бои. Нам организовали встречу с послом Бразилии, который оказался знакомым семьи Грейси. И мы совместно с посольством Бразилии организовали семинар, в который не просто кто-то приехал, а приехал Роджер Грейси. Самый титулованный на сегодняшний день и в тот момент самый талантливый не только из семьи Грейси, но и из всех бразильцев. Он приехал в Астану. В те годы никто не понимал, что такое бразильское джиу-джитсу. Люди пришли, было небольшое количество участников, мои друзья, еще кто-то, еще кто-то, да, вот просто кто-то с посольства пришел. Таким образом, первый семинар прошел. Когда я привез сюда джиу-джитсу, то есть в смысле приехал сюда о том, что я буду развивать джиу-джитсу здесь, в Казахстане, прежде всего я думал о своих детях. То есть, да, у меня сейчас сын, у меня будут еще дети. Я хочу, чтобы они тренировались. Я хочу их тренировать. По мере того, как я начал, эта идея у меня появилась в голове, я начал ее обдумывать, размышлять, как же все это сделать. Я понял, что я должен не просто своих детей тренировать, что мне надо тренировать всех малышей. Там были друзья, были их дети, они все сказали, что мы хотим всех детей отдать в этот джиу-джитсу. Я как-то влюбил их всех в джиу-джитсу. И таким образом появился зал в Астане, где сначала были только мои друзья. Только мои друзья и дети моих друзей. Куда бы вы ни зашли, в какой бы зал в мире вы ни заходили в джиу-джитсу, вас всегда встретят с улыбкой и добротой. Вас всегда проведут в зал, вам всегда улыбнутся, вам всегда подскажут. То есть атмосфера и культура самого джиу-джитсу, она очень схожа с серферами. То есть сама атмосфера, сама культура – это лайфстайл. То есть люди приходят в зал не для того, чтобы побить всех. Люди приходят в зал, чтобы получить позитивные эмоции, хорошо побороться. Именно побороться, как мы говорим, поролиться. То есть это не какая-то смертельная схватка, смертельный поединок, где ты должен выяснить и расставить все точки. В джиу-джитсу все очень легко. Ты пришел, получил кучу хороших эмоций, получил какой-то заряд энергии, поборолся с ребятами. Все традиции какие-то внутри команды, внутри зала, они вообще все рассчитано на то, чтобы сплотить команду. В планах у нас открытие филиалов. Мы хотим развиваться и как в центральных городах Казахстана, так и в регионах. Я планирую сейчас заняться социальными проектами, работать с малышами, у которых нет родителей, у которых сложно все, с финансовыми какими-то проблемами. Я не просто тренирую бесплатно, я хочу помогать, я хочу вывозить их за границу, я хочу, чтобы все у них получалось, и наша команда будет работать над этим. Также мы заключаем меморандумы сейчас с молодежью, у которой не все так гладко. У нас есть девочка, которую мы забрали с дома юношества. За короткое время она достигла очень-очень серьезного результата. Девочка, которая полтора года занимается джиу-джитсу, и сейчас она является первым номером в Казахстане. И самое крупное достижение, которое у нее сейчас есть, это она бронзовый призер азиатских игр. Определенные успехи мы уже сделали. Один из лучших компетиторов у нас в Альянсе, это Мансур, ему было 13-14 лет, когда он появился у нас. Лучший титул на сегодняшний день в Казахстане у него, его титул никто пока не перебил. И буквально 3-4 дня назад он вернулся с чемпионата мира по правилам Невазы, с Колумбии, где он стал бронзовым призером. Я считаю, что это тоже успех. Буквально вчера мы вернулись в Алмата Open, это крупный ежегодный турнир, который в шестой раз проходит. И вот на протяжении нескольких лет мы занимаем первое общекомандное место. То есть мы внутри команды, не просто команды, а внутри нашей семьи, все-таки несем какие-то свои определенные ценности. Семья, дружба, помощь. Продолжение следует...